В минувшие выходные по всей стране вспоминали трагическую дату, день памяти детей, жертв войны в Донбассе. Траурная дата была установлена властями Донецкой Народной Республики в 2022 году. Тогда же было решено отмечать ее 27 июля. Именно в этот день, в 2014 году, вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по центру Горловки. Жертвами этой атаки стали 22 человека, в том числе 4 ребенка. Этот день стал общенародным днем скорби, который поддерживают все регионы России. Ульяновская область не исключение. Сегодняшнее мероприятие организовано нашим комитетом семей военных отчества по Ульяновской области. Стим память детей, погибших на Донбассе. Мы должны все помнить и не забывать, и чтобы такое больше никогда не происходило, чтобы дети не погибали. На площади 30-летия Победы собрались представители органов власти, общественных организаций, члены региональной общественной палаты, ветераны боевых действий и неравнодушные граждане. У памятники «Дети войны» зачитали имена погибших детей и возложили цветы в память о маленьких гражданах. Это тяжелая утрата, и это потерянные жизни, безвозвратно ушедшие. И никогда уже мы не сможем вернуть этих детей. Они никогда не смогут увидеть мирное небо и нашу большую счастливую Россию. Следом прошла акция «Реквием Ангела Донбасса». Участники разделили боль пострадавших от рук киевского режима и возложили цветы и игрушки к памятнику. Будем помнить всех детей, будем вспоминать их и, безусловно, будем объединять наше общество, чтобы бороться с нацизмом и всеми, кто покушается на детей, на взрослых и на всех тех, кто хочет жить в мире. Акция в этом году проводилась в третий раз. Напомним, что памятная дата была учреждена главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным для увековечивания памяти о детях, которые погибли под огнем вооруженных формирований Украины. Всего с 2014 года только на территории Донецкой Народной Республики от украинских обстрелов погибли более 300 детей.